Всем привет! У нас появился новый мейкер, а с ним и новый повод поговорить о событиях. А скажите-ка мне, товарищи, в чем разница между девочкой, табуретом, свинкой, дверью и ящиком? Правильно, ни в чем. Это все просто события. От табуретки я отличаюсь только тем, что разработчик дал мне миленькую внешность. И что, что я табуретка? Одно событие может легко управлять другим. Смотри! И кто тут табуретка? Нет предметов, NPC и дверей. Есть только события, полностью подвластные вашей воле. В RPG Maker MZ при переключении в режим редактирования событий появляется список всех событий на карте. Через него мы можем легко отыскать нужное нам событие и начать его редактирование. Однако создать событие из этого списка нельзя. Чтобы создать событие, нужно действовать немножечко иначе. Самый простой способ – это двойной левый клик на пустом от событий месте. Перед нами тут же откроется пустое событие, готовое для редактирования. У каждого события может быть 20 страниц. Когда программа обращается к событию, она в первую очередь идет на вкладку с самым большим номером. Если там она встречает условие, которое еще не выполнено, программа переходит к следующей вкладке и так, пока не дойдет до самой первой. Если и у первой вкладки будет условие, которое программа не сможет выполнить, событие будет невидимым для игрока. Самое первое и интуитивно понятное, что пытается создать пользователь – это диалог. Он создается командой и показать сообщение. А теперь поговорим немножко о рандоме. Чтобы создать рандомные сообщения, нужно сделать следующее. Мы задаем переменную со значением в диапазоне от 1, скажем, до 3. А после создаем через ветвление условий отдельные варианты для каждой переменной. Важно помнить, что когда человек пытается изобразить рандомные числа, он интуитивно старается не повторять одни и те же. Программа таких вещей не делает. Одно и то же число, соответственно, одна и та же реплика может попадаться сколько угодно раз подряд. Можно, конечно, принудительно заставить программу не повторять реплики. Но об этом мы поговорим в другой раз, когда более предметно будем обсуждать переменные и их применение. Второй способ создания нового события – это правый клик по пустому от событий месту. А дальше два варианта. Либо создать новое пустое событие, либо выбрать одно из списка наиболее часто повторяющихся, таких как переход местности, дверь или сокровище. Рассмотрим еще две приятные функции RPG Maker MZ. Кликнув правой кнопкой по полю сообщения, мы можем отобразить справку плагина, вставить индекс цвета или иконки. Учтите, индекс цвета или иконки – это именно число, не команда, вызывающая показ иконки или изменение цвета. То есть вначале мы формируем команду, а потом добавляем тот индекс, который нам нужен. Результат можно сразу посмотреть в предпросмотре. Следующее видео на канале в четверг в 19.00 по Москве. По пятницам и субботам у нас стримы. Больше всякой всячины плюс полезные туториалы можно найти в моей группе ВКонтакте. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр и не бойтесь творить. У вас все получится. Я в вас верю.